И в завершении выпуска немного волшебства. Новая версия сказки Антуана де Сент-Экзюпери «Маленький принц» в постановке театра живой анимации превратилась в настоящее мультимедийное шоу. С легкой руки художника, с помощью песка, воды и красок прямо на глазах у зрителей оживали знакомые с детства персонажи. Как это было, увидела наша съемочная группа. Зорко одно лишь сердце. Самого главного глазами не увидишь, утверждал Антуан де Сент-Экзюпери. Однако это представление зрителям приходится смотреть именно с широко открытыми глазами. По-другому просто невозможно, ведь на сцене настоящее волшебство. Песочная анимация, рисование на воде в технике Эбру, театр теней и живая музыка. Микс, подаривший новую жизнь «Маленькому принцу». В театре живой анимации произведение называют не сказкой, а скорее даже притчей. Хочется, чтобы люди распознали зло в себе, да, вот эти бабы, тема войны, которая сейчас очень актуальна. Война людьми между собой, между мужчинами и женщинами, между родителями, она сейчас везде происходит до явной. Потому что в людях что-то происходит и вера в чудеса, в добро. Несмотря на длительную подготовку, на создание спектакля ушло полгода ежедневных усилий, каждое новое выступление уникально. Песок постоянно может быть влажным, сухим, бывает стекло по-другому себя ведет, то есть что угодно. Руки влажные, да, да. Конечно, там есть доля импровизации. Постановка озвучена знаменитыми российскими актерами, среди которых Константин Хабенский и Михаил Ефремов. А за музыкальную составляющую сказки отвечают питерские артисты, работающие в популярном направлении лайф-лупинг. У нас на сцене всего трое, а звучит много-много всего, потому что некоторые электронные устройства позволяют нам записывать фрагменты музыки и затем зацикливать их. То есть постепенно идет наслоение различных музыкальных паттернов и получается такая очень богатая акустическая картинка. Спектакль уже оценили в Казани, а сразу после Самары артисты отправятся радовать зрителей Уфы. Анастасия Гончарова, Александр Каракулько, Новости губернии.